Как подключить видеокарту MSI NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Gaming X Добрый день дорогие зрители канала! Сегодня с вами ESSmart и в этом видео мы рассмотрим Как подключить нашу видеокарту MSI GTX 1050 Я хотел бы его подключить на свой компьютер Как же он подключается я вам подробно расскажу Что нужно сделать, где скачать драйвера И вы вместе со мной поставите эту видеокарту Я буду подробно его устанавливать И вы также будете вместе со мной возможно и устанавливать Для начала вы должны удалить ваши драйвера старой видеокарты Если у вас стояла до этого другая видеокарта, более старая То его нужно, его драйвера, все следы нужно удалить Я удалил его с помощью Display Driver Unistaller С помощью этого программного обеспечения вы можете полностью почистить все следы драйверов Поэтому обязательно его используйте Ведь стандартное удаление с помощью панели управления установки и удаления программ Возможно не почистит все хвосты И останется следы от старого драйвера Возможно который вызовет какие-либо ошибки Поэтому лучше удалить его с помощью Display Driver Unistaller ДДУ еще он называется Вводим MSI GTX 1050 Ti Открываем первую ссылку rumsi.com Который ведет на официальный сайт MSI Здесь выбираем, вот видим по картинке что это наша видеокарта По картинке определяемся И здесь выбираем поддержка Здесь выбираем операционную систему У меня это Windows 7 64-битная Открываем плюсик здесь который у нас И видим NVIDIA Graphics Driver 18 января 2018 года Размер файла и мы можем скачать Версии у нас 390-65 Можем скачать по этой ссылке И в итоге мы скачиваем в архиве наш драйвер Вам не мешает скачать из официального сайта NVIDIA Ваш драйвер Просто вводим NVIDIA И переходим на сайт NVIDIA.com Здесь возможно вы скачаете более свежий драйвер Выбираем тип продукта GeForce Серия продукта выбираем 10 серия у нас GTX 1050 Ti И выбираем операционную систему Windows 7 64-битная Нажимаем поиск И в итоге он выдал на у нас самый последний драйвер Версии 3.91 Более свежая версия А ведь на сайте MSI была версия 3.90 Скачиваем наш драйвер На сайте NVIDIA вы можете скачать более позднюю версию драйвера Принять и скачать Мне нужно убрать эту старую видеокарту Которая у меня здесь стоит Ведь мы будем подключать нам нашу эту видеокарту MSI GeForce GTX 1050 Ti Убираем нашу старую видеокарту У меня AMD Radeon HD6770 Нам нужно снять именно боковую здесь заглушку Которая здесь у нас установлена Снимаем эту заглушку Вот таким образом он снимается Теперь нужно вытащить нашу видеокарту Откручиваем вот этот болтик Убираем его Теперь нужно вытащить кабель, который подключен у нас здесь Шестипиновый разъем Который питает нашу видеокарту И здесь у нас стоит заглушка Нам нужно его аккуратно здесь с PCI Express слота вытащить Вот одну сторону вытащил И другую сторону Как же все это неудобно Я вытащил свою видеокарту с разъемом PSI Express X16 Что-то у нас здесь застряло Вот наша видеокарта старая Которая нам не нужна Убираем его И вместо него мы будем подключать нашу видеокарту MSI GeForce GTX 1050 Ti У нас вот Sapphire AMD Radeon был И посмотрите насколько он больше Эта видеокарта У меня однокулерная была А теперь я буду ставить дуфкулерную И это довольно более тихая Чем эта видеокарта От AMD Драйвера мы от AMD удалили Перед началом друзья Я наверное выпью колу Хочу выпить колу немного Горли пересохло Надеюсь вы меня понимаете друзья Вот так уже лучше Теперь приступаем к установке нашей видеокарты Предварительно смотрите на ваш корпус Возможно ваш корпус будет довольно маленьким И ваша видеокарта просто не уместится В разъем И как видим что у меня Корпус не умещается Что делать в этом случае У вас два решения Купить более просторный корпус Более длинный корпус Или второе решение Просто выпилить сбоку Надеюсь вы меня понимаете И у вас сбоку С правой стороны Не должно ничего мешать У вас не должны быть здесь Подключены жесткие диски Если у вас подключен жесткий диск какой-либо То его просто можете поставить Выше или ниже И кабели у вас не должны мешать Установки вашей видеокарты Предварительно убедитесь Чтобы у вас вторая заглушка была здесь снята Вот здесь допустим Так как он занимает два слота Хотя у нас видеокарта не такая уж и толстая Но она занимает два слота расширения Если он перекроет просто второй слот И вы не сумеете использовать PSA Express Разъем Поэтому именно убедитесь в этом Я сейчас его подключу Надеюсь я сумею эту видеокарту Все таки сюда присобачить Я не думал что Моя видеокарта Настолько большая Что я не смогу его подключить Теперь У меня стоит вопрос И все эти кабели Они мешают И я смогу ли подключить Вообще эту видеокарту И так Немножко немножко осталось Давай Вот В разъем он все таки сел И как видим Что наш 6 пиновый разъем Здесь еще жесткий диск мешается Как назло Но я думаю я сумею его подключить Аккуратно его на него надавливаем Чтобы он вошел в свои пазы Все Я его надавил И он прям как литой стал Видим что здесь можно его прикрутить Все отлично Надпись MSI И видим что наша видеокарта Занимает довольно много места Но при этом он в корпус вошел И здесь нам нужно его подключить На 6 пиновый разъем На вашем блоке питания Должно быть именно такой разъем 6 пиновый В некоторых блоках питания Есть 6 плюс 2 пина 6 плюс 6 пина Два таких 6 пиновых разъема И это более дорогих блоках питания А у меня только один 6 пиновый разъем А в видеокарте Так же нужен только 6 пиновый разъем Если у вас нет 6 пинового разъема Или ваш блок питания довольно дешевый Или старый В нем нет 6 пинового разъема То вы можете подключить его С помощью переходника Но с этой видеокарты Не шел никакой переходник А вот со старой видеокарты Которая у меня AMD Sapphire Radeon HG6770 Шел вот такой вот переходник Это у нас Molex на 6 пина Если мы приглядимся То здесь 6 пина есть То вы можете его подключить С помощью Molex на 6 пина Подключать в один из Molex разъемов Благо на нашем блоке питания Их у нас много И он не используется И простаивает просто так Можете подключить Molex 6 пина Разъем И в итоге вы его подключаете К вашей видеокарте Ведь мы должны подключить его Теперь приступаем К его подключению Нам нужно аккуратно Его подключить Чтобы ничего не мешало Я его вот таким вот вижу У него здесь такая защелка Защелку мы именно В верхнюю сторону И Довольно неудобно Но я думаю Его подключу О Все Я подключил видеокарту Питание видеокарты Все Теперь я вижу Что он будет сидеть Нормально Теперь нам нужно Здесь его прикрутить С этой стороны Желательно Можно на один винтик Можно на два винтика Чтобы крепко сидело У нас здесь Самое главное Закручиваем нашу Видеокарту Все Он теперь крепко сидит И не выпадет Со своего разъема Надеюсь И подключаем наш Закручиваем его Вот таким образом У вас может быть Расположение Корпуса У вас может быть Заглушка Просто сниматься Или выламываться Я не знаю Ну в большинстве случаев Вот такие у всех Заглушки Просто мы его Закручиваем Вот таким Образом Все Видим что у нас Два слота занято Вот первый слот И вот второй слот Теперь закрываем Нашу крышку Закручиваем все У меня разъем DVI-D Вот такой разъем Смотрите на ваш монитор Если у вас Старый монитор И поддерживает Только VGA разъем То вам нужно Его подключать С помощью переходника Ведь на более Современных Видеокартах Уже нету Разъема VGA DSAP разъем Поэтому Если на вашем Мониторе Имеется DVI Или HDMI разъем То вы можете Подключить его По этому разъему У меня на моем Мониторе Только DVI-D Разъем Поэтому я его Свободно могу Подключать На DVI-разъем Смотрите на ваши Мониторы Покупайте Переходники И подключайте С помощью переходников Я подключил С помощью DVI-D Теперь нам нужно Включить Наш компьютер Включаем Наш компьютер И проверяем Появится ли У нас Изображение На мониторе Компьютер Включился Изображение Появилось Все отлично Значит Наша видеокарта Работает Запуск Windows Происходит Мы загрузились В нашу Операционную Систему И вот у нас Ярлоки Все большие Драйвера Видеокарт У нас Не установлены И панели управления НVIDIA У нас нету Переходим В наше управление Диспетчеры Устройств Видеоадаптеры И видим Что стандартный VGA драйвер Графический адаптер Теперь приступаем К установке Нашего драйвера Вот у нас есть NVIDIA 390 Сайта MSI Графический драйвер Есть 391 Это сайта NVIDIA Мы будем Устанавливать Именно сайта NVIDIA Графический драйвер Запустить Распаковываем Проверка совместимости Системы Принять и продолжить Выборочная установка Далее Убираем галочку NVIDIA GeForce Experience Нам это не нужно Далее пусть все установится Выполнить чистую установку Ставим здесь галочку И нажимаем Далее Подготовка к установке Графический драйвер Установлен Теперь нажимаем Перезагрузить Сейчас После перезагрузки Наши ярлыки Должны уменьшиться И у нас разрешение Должно встать На свои места И наш графический драйвер Должен быть установлен Поэтому сейчас Мы это все проверим Я перезагрузил компьютер И теперь смотрим У нас разрешение Сменилось У нас 1920 на 1080 Ярлыки все вернулось На место И если мы посмотрим То в панели управления У нас появилась NVIDIA Не забываем Также перейти В наш диспетчер устройств Переходим В диспетчер устройств Видеоадаптеры И вот у нас NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Версия драйвера И дата разработки драйвера 23 февраля Поэтому более свежая версия драйвера Это у нас от сайта NVIDIA Более свежий драйвер выкладывают Все, теперь можем радоваться И играть в наши любимые игры Подпишись Подпишись Мой друг на мой канал Ты подпишись И поставь Ты мне лайк Если видео Тебе понравилось Субтитры сделал DimaTorzok